Значит, препарату хлороквину возникли мутации дважды, в 57-м году здесь и в 59-м году здесь. Так они вот распространялись потом, устойчивость плазмодия. Если бы эта плазмодия летала по воздуху со страшной скоростью, то, соответственно, устойчивость распространилась бы гораздо быстрее. Вот. И дальше на эту тему существует большая наука, опять-таки, давайте совсем-совсем ключевые понятия. Значит, это, так сказать, одна из формулировок, в которых записывается индекс пространства дифференциации, введенный Райтом, один из основателей эволюционной генетики. S это от слова subpopulation, значит, локальная популяция, T это слово total, тотальная. Значит, что это такое? Мы берем тотальную гетерозиготность виртуальную, то есть, тотальное генетическое разнообразие, вычитаем из него локальное и нормируем на тотальное. Значит, это очень просто. Вот у меня мой ареал, как-то изделенный на субпопуляции. И что такое H тотальное? Я из всего этого вариала выбираю генотип и потом, закрывши глаза, снова выбираю другой генотип, не обращая внимания на пространственную структуру. И доля несовпадения в этих двух генотипах это будет HT. А HS это то же самое, но я сначала, закрывши глаза, беру какой-то генотип, а потом, закрывши глаза, беру снова генотип, но только из той же подпопуляции. Естественно, я могу выбрать и другую, как повезет. Значит, это будет HS. Значит, HT это просто генетическое разнообразие полное, а HS это генетическое разнообразие внутри случайно выбранной субпопуляции. И ясно, что если у меня пространства никакой дифференциации генетической нет, то у меня этот самый райтерский ГСТ будет равен нулю. Правильно, генетическое разнообразие внутри субпопуляции не меньше, чем общее. А в крайнем случае он может быть равен единице. Если у меня, скажем, внутри субпопуляции разнообразия отсутствует, внутри субпопуляции либо все беленькие, либо все черненькие, либо зелененькие. А между ними есть отличие. Тогда у меня этот самый ГСТ будет 100% единицы. Значит, вот это индекс генетического разнообразия. И очень странно получается. Вот это данные для морских всяких тварей. Вон он, в последней строчке сидит этот самый ГСТ. И видите, как он меняется? Вот это скотина, он практически полный. Трочке 97. А у этой скотины он 2000-х. Но это, да, но вот это два ежика морских, у них он обоих маленький. Это галатурия, галатурия ужасная. Вот, пожалуйста, смотрите. Это галатурия, кукумария псевдокурата, а это кукумария миниата. У этой почти единица, у этой почти ноль. С чем можно связать? О! У этой нет пелагической личинки, а у этой есть пелагическая личинка. Значит, она, эта самая, значит, личинка плавает. Наверное, дело в этом. А это способность плавать самой взрослой скотины. В общем, когда смотрят на какие же особенности, с какими же особенностями биологии скоррелирована географическая дифференциация, есть слабая корреляция с подвижностью личинки и самой взрослой скотины. Но не очень большая. То есть, там что-то происходит, какая-то биология, которую мы не понимаем. Может, там эти галатурии, там эти целеустремленно ползают, а эти сидят на месте или ползают по кругу. Кто-то хрена знает, что они там делают. Вот. Значит, тем не менее, мы видим, что географическая дифференциация может быть от почти полностью отсутствующей варьеровой, до, там, ужасно сильной. И это может приводить к курьезу... Да, вот еще что замечательно. Если мы двигаемся по длине хромосомы, вдоль хромосомы, то у нас совершенно не обязана географическая дифференциация быть одинаковой. Вот это значение, они здесь FST называются, но FST это GST, это приближение одно и то же. Это значение индекса географической дифференциации для разных позиций вдоль генома. Видите, в некоторых местах они резко вылезают вверх. Это, может быть, те места, где отбор пространства дифференцированный. Тут, скажем, отбор не действует, а вот тут вот здесь важно быть черным, здесь белым, а здесь зеленым. Соответственно, в этом месте будет большая дифференциация. Вот. А может возникнуть такой курьез, который, собственно, часто и возникал, часто в смысле исторически. Значит, люди на этом накалывались вот каким образом. Берут, когда обнаружили очень высокий полиморфизм в природных популяциях, то думали, что это связано с преимуществом гетерозегота. Да, гетерозегота якобы должна быть большая. А дальше зачерпываешь там сачком каких-нибудь улиток и смотришь на их гетерозегот, значит, доли гетерозегот, и видишь, что гетерозегот у них не то что не избыток, а наоборот ужасный дефицит. И связано это с тем, что мы можем с сачком пройтись по большой популяции, игнорируя ее подразделение на субпопуляции. Это явление известно очень давно, называется эффект Валланда. Вот давайте мы его здесь изучим. Значит, у меня вот такая вот модель, много субпопуляций, и вжитые субпопуляции, ее доля от всего на свете составляет pg. И введем понятие общей частоты. Total, значит, тотальная частота аллелия большая, это, значит, его средняя частота по всей популяции. Сумма по всем субпопуляциям, значит, доля, которую эта субпопуляция составляет от всего вместе, на частоту аллеля в этой субпопуляции. Теперь мы можем, как положено, значит, в изящных науках, определить дисперкцию. Дисперкция частоты аллеля по субпопуляциям, по ивиноватке. Вот здесь написано, значит, мы сумма квадрата центральных отклонений. Значит, или это квадрат, или это квадрат, значит, средняя квадрата, минус квадрат среднего. Это у меня квадрат вот этой, значит, средней частоты. То есть, ожидаемая частота, да, собственно, здесь все и написано. Ожидаемая частота, скажем, гомозигота, большая-большая во всей популяции, если бы не было пространственной структуры, она у меня будет, в соответствии с Харди Вайнбергом, это тотальная частота в квадрате. А настоящая частота у меня будет вот такая вот, потому что у меня Харди Вайнберг соблюдается только локально, в каждой отдельной субпопуляции. У меня, соответственно, частота в квадрате берется локальная частота, а дальше мы это взвешиваем на размер субпопуляции. И это будет вероятность того, что я, случайно выдернув скотину из этой, значит, большой популяции, поймаю гомозиготом. И поэтому истинная частота при локальном Харди Вайнберге, внутри каждой субпопуляции, минус ожидаемая частота, если бы у меня дифференциации не было, она просто равна дисперсии. Она просто равна дисперсии частоты, значит, вот этого оленя. Это называется эффект Валланда. Написано? Да. Эффект Валланда, Валланд это дело понял в 1929 году. Значит, соответственно, пространственная дифференциация приводит, так же как инбридинг, к дефициту гетерозегота, к избытку гомозигот. И если мы делаем выборку, игнорируя пространственную структуру, то мы можем увидеть, что у нас гетерозегот не хватает, и от этого сильно удивиться. Хорошо? Значит, это... Так, значит, теперь какие бывают пространственные структуры? Пространственные структуры бывают самые разные. Самые разные ужасные пространственные структуры бывают двух сортов. Дискорректные и непрорывные. Могут быть субпопуляции. Вот это одна субпопуляция, в которую притекают иммигранты. Вот это две субпопуляции, обменивающиеся иммигрантами. Вот это вот много всеми между собой обмениваются. А может быть структура непрорывная. В линейном ареале, или в кольцевом ареале, или в многомерном ареале. А вот это вот так называемая метапопуляция. Когда мы считаем, что локальные популяции, они такие эфемерные. Какая-нибудь территория освобождается, колонизируется, процветает, рассылает во все стороны иммигрантов, а потом приплывает там кит, открывает пасть, а всех там съедает. Значит, это называется метапопуляция. В общем, пространства и структуры могут быть разные на любой вкус. И сейчас я хочу сделать только одну вещь, которая, видимо, в этом ученом собрании достаточно очевидна. Я хочу написать диффузионное уравнение. Вы проходили диффузионное уравнение в той или иной форме? Ну, единственное, здесь не надо, так сказать, никакой науки. То есть, здесь можно в терминах эпсулано-дельта окрестностей сладострастно проводить предельные переходы. Я единственное, чего хочу, я хочу, чтобы вы уверовали, что здесь сидит вторая, производная, не первая. Значит, что здесь изображено? Это одномерный ареал. Вот, точнее, четыре одномерных ареала. И вдоль этого ареала сидят субпопуляции. Ну, представьте себе, что это река, это крокодилы. Значит, вот пляж, там, и ты пляж, и минус первый пляж, и плюс первый пляж. Это, ну, это, здесь у меня нарисована частота аллеля, но за те же деньги это может быть и количество крокодилов. Неважно. Вот. И представим себе, что крокодилы у меня мигрируют случайно, влево-вправо. Нет никакого, так сказать, целенаправленного движения крокодилов. Они мигрируют влево-право. Тогда, если у меня вот такая вот ситуация, то здесь у меня 100 крокодилов, здесь 150, а здесь 200, то какое будет превращение числа крокодилов в итой субпопуляции за счет обмена. За счет обмена с этими они сколько-то потеряют. Будем считать, что крокодил с радостью 99% сидит на месте, с радостью полпроцента плывет направо, с радостью полпроцента плывет налево. Значит, тогда вот эта, моя центральная субпопуляция, за счет обмена с этими, немножко крокодилов потеряет, правильно? Потому что отсюда приплывет меньше крокодилов, чем уплывет. Здесь крокодилов мало, а здесь больше. а за счет обмена с этими она немножко приобретет. И общий эффект будет какой? Ровно нулю. Ровно ноль, если вот эта вот разница равна вот этой вот разнице, а вот эта вот разница равна вот этой вот разнице, это определение того, что какая производная равна нулю. Вот эта вот дельта равна вот этой дельта, это вторая производная. Поэтому у меня здесь прямая линия. В секрете понятие первая производная и вторая. Это разница между первыми разностями, вторая разность, значит это вторая производная. Соответственно здесь, да, то есть не важно у меня крокодилов вдоль реки делается больше или у меня крокодилов вдоль реки делается меньше, важно, что у меня зависимость числа крокодилов или зависимых частота аллелия большого от положения вдоль реки линейная, то есть вторая производная равна нулю, тогда у меня вот в этой вот точке x изменение числа крокодилов со временем за счет только обмена с соседями будет равна нулю, потому что у меня она зависит от второй производной. А вот в этой ситуации, в этой ситуации, ну у меня здесь вообще максимум, поэтому общаясь с этими теряешь, и общаясь с этими теряешь, правильно? Все счастливы? А здесь у меня, здесь у меня нету минимума, но тем менее вторая производная у меня здесь положительна, и поэтому у меня за счет обмена с этими я приобрету больше крокодилов, чем потеряю за счет обмена с соседями справа. И поэтому здесь у меня рост будет вверх. Соответственно, если вы это утекли, ну собственно, из этого опять-таки в терминах эпсула и дельта окрестностей можно сделать прекрасную науку, но соответственно m это доля крокодилов, которые не сидят в своей популяции, а куда-то плывут. И m пополам, потому что половина плывет лево, а половина плывет право. И работает здесь вторая производная, а не первая. Утекливое это потрясающее равнение? Замечательно. Значит, это называется диффузионное приближение к миграции. Мы можем моделировать миграцию диффузии. Кто скажет, в какой ситуации так можно поступать? Если крокодилы мигрируют за конечное время, только на конечное расстояние, то есть если они обмениваются только между соседними популяциями, если бы крокодилы были кузнечиками и могли бы сюда припрыгнуть, там черноть откуда, то тогда нужно было бы писать интегральное равнение. Количество крокодилов здесь, так сказать, производное от количества крокодилов в этой точке, была бы равна целому интегралу. Интегралу по какой-то, ну, по площади равной максимальной длине мгновенного прыжка крокодила. Но если считать, что крокодилы не делают бесконечных скачков за конечное время, или конечных скачков за нулевое время, то тогда мы можем приближать миграцию диффузии, считая, конечно, что у меня ареал неправильный. И это отличная вещь, если у нас будет время, если у вас будет высок боевой дух, мы с вами разберем Калмагоровскую волну в этом уравнении. Ну, в смысле, мы допишем сюда еще отбор, и это будет большая сила. Утекли этот момент? Блестяще. Все. Значит, это все, что я вам хотел в воровском сокращенном изложении рассказать про четвертый фактор микроэволюции, а именно про структуру популяции. Реально, 4а и 4b – возрастная структура и пространственная структура. Хорошо? Так, тогда глубокий выдох… Поставьте, пожалуйста, следующее. Глубокий и ужасный выдох, и мы разбираемся с самым сложным фактором, а именно с дарифом. Значит, мы разбираемся с самым ужасным фактором, а именно с дарифом. Я говорю, почему он ужасный? Он, собственно, не то, что он ужасный, ничего страшного в нем нет. Но просто он, так сказать, по своей породе стахастический. Я уже говорил, что ошибка думать, что вся стахастика в микроэволюции появляется из-за дрифа. А если популяция сидит и ждет, когда возникнет какая-то необходимая ей мутация, то это тоже стахастическое ожидание. Помните, мы говорили про соновский процесс, экспоненциальное время ожидания до того, как эта мутация в первый раз возникнет. Это тоже вещь стахастическая, это не дарифль, это стахастический сбутационный процесс. Но, считая популяцию очень большой, в соответствии с законом больших чисел, мы можем о мутационном процессе приближенно думать, как и о детерминистском явлении. А с дарифом такой номер не проходит, потому что если у меня популяция очень большая, просто в ней дарифа нет. Детерминистский дариф, это, так сказать, как это жареный лед, то есть его просто нет. Ну и многим людям стахастика очень трудна, мне в том числе. Хотя, нет, я насобачился на самом деле за долгие годы. Ну дальше, значит, это знаменитое рассуждение, как это о том, мир, значит, в своей основе детерминистский или стахастический. И старшие братья физики, значит, учат нас, что мир стахастический, а детерминизм это только приближение. Но если так, значит, можно расслабиться и радоваться, что, значит, оказывается, дарифль действительно так, значит, отражается от вещей. Я бы предпочел, чтобы никакого дарифа не было, но, к сожалению, так не получится. Значит, впрочем, я вам все это рассказываю, не сказав, что такое дариф, это нехорошо. Ну, давайте я сразу скажу. Дариф – это случайное изменение генетической структуры популяции, генетического состава популяции. Пока больше ничего не скажу, а через 10 минут мы это дело немножко детализируем. Значит, можно ли, значит, и чтобы понять, что такое дариф, очень полезно представить себе популяцию, в которой никакого дарифа не происходит. Что такое популяция, в которой никакого дарифа не происходит? А вот она здесь нарисована, мы уже сталкивались с такой популяцией. Это популяция, в которой каждая скотина всегда производит ровно одного успешного потомка. То есть у меня нет никакой популяции, у меня такой пучок линий. Бессмертных, но и не расширяющихся. Вот у меня живет здесь 6 киловраток, и миллион лет назад тоже было 6 киловраток, и каждая из них породила одну из ныне живущих киловраток. И через миллион лет будет еще 6 киловраток. Вот такой вот стук. Теперь представьте себе, что из этих киловраток 2 красных и 4 зеленых. Тогда, если пренебречь мутациями, и миллион лет назад у меня будет 2 красных и 4 зеленых, и через миллион лет у меня будет 2 красных и 4 зеленых. То есть генетический состав этой популяции никак не меняется. Значит, если бы у меня линии были бы вот такими вот бессмертными, то дарифа бы никакого не было. Но мы уже обсуждали, что так не бывает, а бывает вот так вот. Какие-то линии умножаются, а какие-то линии наоборот дохнут. И это может происходить систематически, но сейчас мы будем считать, что никаких систематических отличий между ними нет. То есть, то, что кто-то размножился, а кто-то сдох, не связано ни с какими коренными отличиями. А просто кому-то повезло, кому-то не повезло. Вот. Значит, в этом смысле мы говорим, что это дариф случайный. Потому что если бы какая-нибудь коловратка там обладала генотипом, позволяющим ей, так сказать, в среднем приносить в 3 раза больше потомков, чем остальным, то тогда все равно может подплыть рыбу, ее сажать и не спросившую про генотип. Но, тем не менее, у этой коловратки шанс заполнить своими потомками всю популяцию был бы выше. И это было бы нечестно. А мы пока считаем, что имеет место только игра случаев. И никаких систематических отличий нет. И вот тогда возникает определение. Да, популяция бесполая. Правила игры то же самое. Мы вводим факторы по одному. У нас нет ни отбора, поэтому я настаиваю, что нет систематических различий, какая коловратка круче, нет мутации, нет полового размножения и нет никакой структуры популяции, ни возрастной, ни пространственной. И вот в такой ситуации дариф. И тогда, значит, дариф такой бесполой популяции без мутации, это влияние на генетическую структуру популяции, случайное вымирание одних линий и случайного размножения линий других генотипов, которые вызваны стокарстическими флюктурациями в числе потомков. Даже, опять-таки, если каждая коловратка одинаково хороша, если она всегда приносит ровно одного потомка, считая, что популяция не растет и не вымирает, в среднем должно быть ровно один. И если дисперкция равна нулю, то есть каждая токеда приносит ровно одного потомка, то никакого дарифа не будет. А здесь это и вот повезло, она принесла трех, а это и не повезло, она не принесла никого. И в результате какие-то линии вымирают, а какие-то кладогенезы, так сказать, ученое слово, что она ветвится, ветвятся и, в конце концов, заполняются популяциям. И влияние вот этого дела на генетическую структуру популяции – это и есть дариф. Здесь два слова я добавлю к тому, что здесь на картинках нарисовано. Обычно говорят дариф частот аллелей, то есть влияние на частоты аллелей. Это, строго говоря, не совсем правильно. Можете представить себе ситуацию, когда дариф происходит, то есть случайные вот такие, случайные флюктурации числа потомков влияют на генетическую структуру популяции, но поэтому частоты аллелей не меняются. Подсказка. Для этого требуется минимум два локуса. Ну, потому что если у меня один локус с аллелями, а большое, а маленькое, то либо эти аллели стоят на месте, либо они двигаются. Вы знаете, мой преклонный возраст позволяет мне испытывать радость открытия снова и снова на одном и том же месте, а также радость педагогического прозрения. Так что очень может быть я рисовал. Если вы это нарисуете, то, или напомните, что было, то это будет отлично. По-моему, не рисовал. Точно, рисовал. Знаете, да, то есть все усекли, да? Частоты аллели остаются на месте, а то есть дариф может создавать, может менять не только частоты аллелии, но также и создавать вот эти самые линкки дезэквилибрируема. И делая это, он вообще, говоря, может в порядке извращения ставить частоты аллелии на месте. Это тоже будет дариф. Случайно возникли линкки дезэквилибрируем, это тоже будет дариф. Хотя, безусловно, самый важный аспект дарифа – это изменение просто тупо частоты аллелии. Замечательно. Вот. А теперь мы введем, не просто введем, а проведем за простейшую ситуацию исчерпывающий анализ замечательного случайного процесса, который называется коалюсценцией, который описывает дариф, видимо, наиболее математически элегантным образом. Тут есть разные школы, и всю работу с дарифом в течение долгого времени делали в терминах диффузионного приближения к марковским цепям, и я к этому языку привык. Но, в общем-то, коалюсценция появилась уже больше 30 лет назад, и пора бы уже на этот новый язык перейти. Значит, давайте мы рассмотрим феномен дарифа на языке коалюсценции. Значит, вот у меня имеет место популяция из N особей. N – это штуки, вот их синих особей, у меня N штук. И для простоты, чтобы все слияния были попальными, рассмотрим только небольшую выборку. Из K много меньше N генотипов. Вот в этом примере у меня 5 генотипов. Популяция N особей, а меня интересует судьба пяти ныне живущих генотипов. Это настоящее время. Значит, и вот мы будем двигаться назад в прошлое. Значит, если мы двигаемся назад в прошлое, то, значит, как для нас будет выглядеть дариф? Он будет выглядеть как слияние, или, говорю по ученому, коалюсценция. То есть, у меня, я буду прослеживать назад линии моих генотипов, и в какой-то момент вдруг две из них сольются в экстазе. А потом следующие две сольются в экстазе, и следующие сольются в экстазе. И так все это будет происходить, пока после четвертого слияния у меня не останется одна единственная линия. Эта одна единственная линия, естественно, называется most recent common ancestor. То есть, меня интересует, значит, вот история слияния до того, как мы не встретим где-то в прошлом общий порядковый генотип всех моих пяти генотипов. Вот. Значит, и оказывается, что этот случайный процесс обладает исключительно приятными и простыми свойствами, которые мы сейчас с вами ярусно изучим. Значит, во-первых, поскольку мы рассматриваем маленькую выборку, то вероятность более одного слияния в одном поколении мы и пренебрегаем. То есть, в течение одного поколения могут возникнуть две вещи. Либо никто ни с кем не слился, как у меня среди бабушек было пять линий, и среди правобабушек тоже пять линий. Либо в течение поколения у меня произошло одно слияние. Значит, это первое. Значит, тем самым мы можем подразделить историю на отрезки времени, которые мы называем Т5, Т4, Т3 и Т2. Это отрезки времени, в течение которых у меня существует пять линий, 4, 3 и 2. Но после того, как, двигаясь в прошлое, мы увидим слияние этих двух линий, у меня, значит, уже возникнет этот общий предок, после чего уже сливаться дальше некому. Значит, следующее, соответственно, каждый из этих отрезков времени, мы можем рассматривать его длину, как некую случайную величину. И следующее замечательное свойство процесса коэллисценции, который постигается методом размышления, заключается в том, что эти случайные величины независимы друг от друга. Правда ведь? Вот сколько-то поколений нам пришлось отмотать назад, чтобы увидеть первое слияние. Вот в какой-то момент порядке вот этих вот двух генотипов там среди прапрабабушек вдруг оказалось, что у них одна и та же прапрабабушка. Эпоха Т5 кончилась, началась эпоха Т4. Хорошо? Сколько времени продлится эпоха Т4 никак не зависит от того, сколько времени длилась эпоха Т5. Естественно, они ничего не знают. Методом размышления тем самым мы понимаем, что это независимые случайные величины. вот я причинил вот это. Надеюсь, что да. Значит, хорошо. Теперь нам осталось понять, как устроена каждая такая случайная величина. значит, вот мы ведем понятие ПИТЭ, это вероятность того, что в течение поколения у меня возникнет слияние какой-нибудь пары линии из И-линии. И ключевая формула вот она. Сейчас по-русски по-прежнему пишут С или уже перешли на эти самые английские обозначения? Я привык к русским обозначениям, я, естественно, с ними путаюсь. Давайте я напишу в привычных обозначениях, потому что я... Значит, откуда это берется? Значит, для любых... Добро пожаловать. Да, вот здесь вот хитрость. Если я так написал, вероятность того, что любая пара генотипов произошли от одного и того же родителя, это одна энная. Ну, на самом деле, это можно понять вот как. Тут некое извращение, не знаю, как это лучше сказать. Мы сейчас ведем понятие Райтфишерской популяции. Все, что здесь происходит, происходит в Райтфишерской популяции. Ну, представим себе такую извращенную ситуацию, что у меня потомки выбирают себе родителей. Причем выбирают себе случайно. Вот у меня есть N родителей, N потомков и N родителей. Кто от кого произошел? А каждый потомок случайно выбирает себе родителя. Если мы согласимся думать таким извращенным образом, то понятно, что вероятность того, что два потомка выберут себе одного и того же родителя, равна 1 на N. Правильно? Первый потомок выбрал себе абы какого родителя, а второй выберет того же самого, с вероятностью 1 на N. Считаю, что вероятность выбора любого родителя одинаковы. Против этого нет возражения? Давайте рассчитать, что в этой популяции жизнь установлена таким образом. Здесь это не написано в явном виде. Вероятность того, что данная пара линий сольется, равна 1 на N, потому что мы считаем, что у меня потомки выбирают себе родителей случайно. А? Да, конечно. N одинаковый и вероятность любого родителя быть выбранным потомком тоже одинаковая. Поэтому 1 на N. Первый выберет неважно какого, а второй выберет того же самого, с вероятностью 1 на N. А теперь C из I по 2 – это просто количество пар, которые мы рассматриваем. Количество неупорядоченных пар, которые мы рассматриваем. И поэтому вероятность, что хоть в одной паре произойдет такое событие, что оба потомка выберут одного и такого же родителя, равна число неупорядоченных пар поделить на N. Вот отсюда берется вот эта вот формула. Все уверовали в эту ключевую формулу? Значит, это вероятность того, что это произойдет за поколение. И тем самым моя случайная величина T и T имеет экспоненциальное распределение вот с таким вот временем ожидания по ИТ. Хорошо? Это мы эту науку уже с вами встречали, когда ты ждешь редкого события. Но мы ждали мутации. Помните, значит, мы ждали мутации, и вероятность возникновения мутации была N умножить на мё. И мы ждали, значит, во время ожидания у нас была единица поделить на N делить на мё. А здесь мы ждем, что из моих И линий две сольются. И во время, значит, мы имеем то же самое экспоненциальное распределение, а во время ожидания единица на это самое P. А P, оно, значит, вот у нас здесь нарисовано. Ну, и еще за те же деньги мы бесплатно имеем и дисперксию. Времен ожидания по той причине, что ученые математики изучили свойства экспоненциального распределения. И они нам не только среднее предоставили, но и дисперксию. А также все остальные моменты тоже. Вот. Значит, теперь мы можем посчитать время для общего предка. До общего предка это просто будет сумма времен ожидания по всем слияниям от 2 до k. До T2, до T3, до T4, до T5. Вот эта сумма здесь посчитана, вот поскольку мое время ожидания. И она, пренебрегая этим малым пленом, равняется 2n. Где n, для достаточно большой выборки, она просто 2n. Но если кто любит сложные и ужасные формулы, то можем и дисперксию времени ожидания максимального общего предка тоже посчитать. Вот она будет вот такая вот. Вот. Значит, ну давайте посмотрим еще раз сюда и восхитимся. Значит, у нас есть много случайных величин во время существования 5, 4, 2, 2, значит, линий. Каждые, они все друг от друга независимы, и каждый из них описывается экспоненциальным распределением, значит, с разными временами ожидания. Причем ясно, что время ожидания самое большое для последнего слияния, правильно? Потому что мне надо, чтобы слилось всего лишь, значит, у меня всего одна возможность. Если у меня их 5 линии, то что у меня такое? c из 5 по 2, это 10, да? 5 на 4, 10. А здесь у меня ровно 1. Как это, у меня пару из двух я могу выбрать одним и единственным способом. Соответственно, время ожидания здесь у меня в 10 раз меньше. Так что, обычно, опять-таки, ждать последнего слияния придется примерно столько же, сколько тебе пришлось ждать тех предыдущих слияний. Ну, потому что в начале у меня линий много, и хоть кто-нибудь из них, наверное, сольется. В общем, тем самым, из-за независимости этих экспоненциальных, распределенных случайных величин друг от друга, мы просто тупо получаем полное описание процесса к реализации. Это называется неструктурированная коэлисценция, потому что мы считаем, что вероятности слияния для всех одинаковые. И там бывает очень красивая и хитрая наука, структурированная коэлисценция, там возникают быстрые и медленные времена и так далее. Но если кто-нибудь из вас будет заниматься микроэволюцией, то он это удостоевшим и выучит. А всем прочим достаточно понимать вот эту вот неструктурированную коэлисценцию, которую я сейчас просто тупо рассказал. Хорошо? Так, а теперь, блин, теперь это ужасно огорчительно. Я это рассказываю, сопоставляя коэлисцентные диаревия с филогенетическими диаревиями. Я не знаю, как быть, мне нужен минимум час, чтобы толком рассказать. Но давайте я расскажу про коэлисцентные диаревия, а про филогенетические диаревия, если кому охота, у меня есть там лекция про филогенетические диаревия, ее можно прочитать и понять, потому что это ужасно красивая наука. Она хороша тем, что про филогенетические диаревия учат макроэволюции, а про коэлисцентные, но их называют диаревиями, а строят историями. Но филогенетические диаревия и коэлисцентные истории – это точности одно и то же. Только, опять-таки, там есть такой взгляд. В филогенетике время растет вверх, а в макроэволюции, а в микроэволюции часто время пускают вниз. Я здесь нарушаю традиции микроэволюции, у меня тоже время растет вверх. Соответственно, к коэлисцентным мы идем вниз. Вот. Но в остальном это одно и то же. Значит, сколько у меня может быть разных коэлисцентных историй? Разных… Ой, сейчас, извините. Ну вот, у меня сначала слили сети, а потом слили сети, а потом эти и так далее. Ну, давайте смотреть. А, значит, для К-генотипов у меня первое коэлисцентное событие может включать любое, значит, С из К по два пары. Второе событие из К-1 по два оставшихся пары и так далее. И поэтому, значит, количество разных коэлисцентных деревьев – это у меня просто произведение по всем этим парам. И оно дается вот такой вот формулой. Я могу столькими способами выбрать первое слияние, столькими способами выбрать второе слияние и так далее. Вот. Ну, давайте совсем варварское расскажу. Значит, это разные коэлисцентные деревья. Вот, значит, их число выдается вот такой вот формулой. А теперь подумаем о филогенетических деревьях. Что такое филогенетические деревья? Ну, вот у меня два вида. Сколько у них может быть филогенетических деревьев? Ровно одно. А сколько у меня может быть филогенетических деревьев с тремя видами? Давайте. Филогенетических деревьев с тремя видами у меня может быть сколько? Сколько? Единственный вопрос про три вида это кто? Аутгрупп. Поэтому сколько может быть три? Либо у меня Аутгрупп, либо у меня Цутгрупп, но либо у меня Бутгрупп. Давайте я нарисую здесь. Вот. Значит, а теперь к такому дереву я могу прицепить четвертый вид пятью способами. Я могу его прицепить сюда, 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 сюда и еще вот сюда. И то же самое к этому и к этому. Поэтому у меня получается три умножить на пять умножить на семь и так далее количество разных филогенетических деревьев для к видов. И значит эту формулу можно сокращенно записать вот так вот. Тот, кто хочет в этом разобраться благоволит посмотреть мою лекцию. А лучше взять книгу Фильдземстейна под названием Inferent Phylogenis на 700 страниц. Прочесть ее и обалдеть. Вот. Вот две формулы коаллесентных деревьев и филогенетических деревьев. А вот теперь мы начинаем подставлять сюда конкретные значения и смотрим. Для двух видов есть одна возможная филогения и одна возможная коаллесентная история. Для трех видов есть три возможных филогении и три возможных коаллесентных истории. Биолог заключает, что эти две формулы совпадают. А вот ни хайна. Для четырех видов есть 15 разных филогений и 18 разных коаллесентных историй. И дальше, если мы смотрим, оказывается, что коаллесентных историй, коаллесентных деревьев гораздо больше. Вот например, для ста видов 10 184 степени филогении и 10 284 степени коаллесентных историй. Ну, 184 степени это тоже много, но 284 еще больше. Значит, филогенетические деревья и коаллесентные деревья немножко по-разному описывают взаимоотношения моих ну вот этих вот листьев. И как вы думаете, в чем разница? Классификация коаллесентной более дробная, она дает мне больше деревьев. Ну, нечестно на эту тему вас мучить, потому что мы филогенетику толком не разбирали. В филогенетике меня интересует только топология. Меня интересует, что есть в разных кладах. Мне достаточно знать, что А и Б сестры и С и Д сестры. И это полностью определяет мое филогенетическое дерево. А коаллесентной точки зрения мне еще важно из этих слияний линий А, Б и слияние линий Ц, Д, какое произошло раньше, какое произошло позже. Поэтому с точки зрения филогенетики вот эти два дерева это одно и то же филогенетическое дерево. А с точки зрения коаллесценции это разные деревья, потому что здесь если мы движемся назад, то мы сначала увидим слияние А, Б, а потом Ц, Д, а здесь наоборот. Все, крутим момент, да? Ну, и с точки зрения совсем, так сказать, абстрактной теории, коаллесцентная классификация в некотором смысле лучше, более дробная коаллесцентная классификация, потому что если мы случайным образом моменты коаллесценции или кладогенеза будем кидать, то у меня разные классы коаллесцентные кажутся равновероятными, а разные филогенетические не кажутся равновероятными, так что в некотором смысле коаллесцентная классификация лучше филогенетическая. Ну, вот это некое было тайное знание, которое хорошо тем, что сопоставляет стандартную форму формулу филогенетики и стандартную формулу коаллесцентной теории микрореволюции. Так, желание перерыв возникло? Давайте сделаем перерыв. Мы до скольких сегодня работаем? до 18.55. Не богу сречка, не черт, кочерга. Хорошо, делаем хороший перерыв на 10 минут. А дальше будем продолжать. Продолжение следует...